Он не нуждается в представлениях! Настоящий американец! Герой народа! Рэнди Баран Робинсон! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре фильм «Рестлер» режиссёра Даррена Аронофски, подаривший нам нашумевшую в своё время картину, которая по сей день считается одной из лучших, освещающей тему наркозависимости «Рэквием по мечте». И знаете, несмотря на высокие рейтинги и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль, которую, кстати, получил Шон Пензе, роль в фильме «Харви Милк», о которой написано, цитирую, «Он играл политика, борца за права гомосексуалов и настоящего героя». Вот такой вот герой. Так вот, несмотря на эту номинацию, множество различных наград от других кинофестивалей, положительных отзывов зрителей, обзоров на эту картину в русском, как минимум, ютубе практически нет. Серьёзно, забейте обзор на фильм «Рестлер», и там, дай бог, пару видео, да и те, как бы, обзорами назвать сложно. Странно, если честно, я даже был немного удивлён. Может, искал как-то, не так не знаю. Но да ладно. Есть одно обстоятельство, которое я сразу же вспомнил очень чётко, когда посмотрел фильм. И знаете, фильмов о трагической судьбе бывших спортсменов много. И когда я их смотрю, всегда нет-нет вспоминаю то самое обстоятельство. Но почему-то именно, когда смотрел эту ленту, которая ещё, к тому же, и снята таким стилем, как бы, полулюбительской камеры. Не знаю, как правильно сказать. В общем, именно смотря эту картину, я ощутил некоторые чувства более сильно, нежели от других похожих фильмов. Это обстоятельство также, возможно, будет означать то, что это будет единственно, максимально объективный обзор из всех тех, которые есть на канале, во всяком случае для меня лично. По той простой причине, что, в некотором смысле, с главным героем я знаком с самого раннего детства. И знаю его не 1 час 49 минут, ровно столько длится фильм, а много лет. А является этим обстоятельством то, что мой ближайший родственник в прошлом профессиональный спортсмен, который на том самом моменте, когда карьера должна была пойти вверх, получил травму, не позволившую ему продолжать заниматься спортом на должном уровне. И я с самого детства наблюдал его какую-то неописуемую тягу и любовь к этому спорту. А после травмы, все возможные срывы, алкоголь и прочее, какие-то безуспешные попытки отбросить это увлечение на второй план, выступления в каких-то местных матчах и так далее. Это был футбол. Я не понимал, что он в нем такого нашел, когда уже после того, как несколько повзрослел, понял, что к чему. Я понял, что он фанат. Такой же фанат, подсевший на иглу спорта, как главный герой фильма «Рестлер». И знаете, очень много в медиапространстве именитых спортсменов, деньги, славы и так далее, но то, что насходится за всем этим и является намного большей частью любого профессионального спорта, практически не освещается на каком-то ином уровне, нежели просто очередой снятый фильм. Сотни тысяч, может даже больше, спортсменов просто с убитыми судьбами, здоровьем, временем и так далее. Тем не менее, большой спорт существует в том виде, что он есть. Не как развитие физической культуры и здоровья, а как зрелище, переламывающее подавляющее большинство спортсменов в порошок и выкидывая кого куда. Не говоря уже о том, что большой спорт – это не только подготовка, формы, тренировки, сборы и прочее. Все это дело не бесплатное, особенно сейчас. Ну а где деньги, там и договорные матчи, бои и так далее. А чего ты из спорта ушел? Из-за того, что на Европу не взяли? Конечно, сборочную выиграла, поехал другой, с магнатой рукой. Но вот сегодня и поговорим о таком, хоть и выдуманном, но думаю вполне реальном в своем образе персонажа. Робин Рамзинский? Рэнди. Так зовут главного героя фильма «Рэстлер». Он называет себя Рэнди и выступает под псевдонимом «Баран». И тут надо сказать, что «Рэстлер» – это не просто фильм о человеке, увлеченном спортом. По сюжету Баран – не рядовой профи, это бывшая большая звезда 80-х. По нему есть и коллекционные фигурки, и компьютерные игры, статьи в журналах и газетах и так далее. Правда, нынче эта звезда практически всеми забытая, обнищавшая, состарившаяся, с плохим здоровьем и без семьи. Итак, мы видим крайне бедного человека. Все, что у него есть – это старый, проржавелый фургон, нет денег даже на нормальную одежду. Хотя нельзя так же сказать, что он какой-то алкоголик или наркоман, социопат и так далее. Просто он оказался по ту сторону жизни. Этот человек не вызывает какой-то антипатии, и судя по сюжету, это такой добряк. Он доброжелательным коллегам по цеху, а в этой сцене весело играет с соседскими детьми или режется в приставку. Да и едва ли с таким прозвищем он мог бы быть злым. Собственно, кличка главного героя, баран, явно отсылает к библейскому прозвищу Иисуса, то есть Тягнцу. Это вполне ясно без всяких конспирологий, так как именно об этом истолковывает его подружка, приводя пример между ним и Иисусом, когда пересказывает ему сюжет фильма «Страсти Христовы». В случае с главным героем, рестлинг – это реальное зрелище, шоу, место, где люди хотят видеть боль и кровь, без каких-либо правил, запрещенные приемы, предметы, все что угодно. Конечно, это все вроде как понарошку, но зачастую шрамы остаются реальными, а кровь идет настоящая. Может быть, в высших турнирах все проходит с меньшей вероятностью получения серьезных увечий, но вот в таких любительских хардкорных выступлениях, думаю, именно так все и происходит. Вот, кстати, кадры, где баран разглядывает ветеранов. Кто с палкой, кто на инвалидном кресле. У кого-то поврежден мочевой пузырь, все изрядно уставшие, полностью выбиты из сил, они прямо на последнем издохе. И помимо того, что у главного героя очень большие проблемы со здоровьем, он также крайне одинок. В какой-то момент дела у Рэнди пошли не так. Он вроде как хотел попробовать начать что-то заново с той девахой из стрип-клуба, она ему отказала по каким-то там своим незыблемым принципам честной стриптизерши. Он расстроился, накидался, потерял контроль, не пришел на встречу с дочерью, которой только-только наладил контакт. И в общем, все как-то окончательно начало катиться куда-то далеко в пропасть. Это вот такой краткий пересказ сюжета картины. Да, можно сказать, что типа, чел, соберись. Спорт это еще не все, надо уметь как-то дальше, как все и так далее. Но, понимаете, есть такие люди, которые ничего больше не умеют. Не потому что они криворукие и так далее, а потому что они без этого чувствуют себя пустыми. И зачастую это как вабанг, они поставили на это всю свою жизнь. Но далеко не все спортсмены такие. Вот, например, финальный оппонент Барана не такой. Он торгует тачками и его это устраивает. И я могу вам точно сказать одну вещь. Не каждый фанат является чемпионом. Так же, как и не каждый чемпион является фанатом. И так же я вас уверяю, быть фанатом спорта в виде зрителя и фанатом в виде участника, это совершенно разные вещи. Это как находиться по разные стороны баррикад. Так же надо сказать, что фанатизм может быть здоровым, а может и нет. Это как ни странно зависит от его количества. Когда в мире в какой-то момент не остается ничего более важного, чем объект фанатизма, то это становится твоим наркотиком. Можно сказать, что и фильм «Рестлер» это отчасти, повторюсь отчасти, фильм про наркомана, который не может остановиться. Возможно, именно поэтому режиссеру, уже имевшему опыт с картиной про зависимость, я говорю про «Реквием», удалось снять еще один в некотором смысле подобный фильм. Да, на первый взгляд это может быть не очевидно, но если вы приглядитесь, то увидите, что это все тот же депрессивный «Реквием» по мечте. А главный герой такой же подсевший наркоман. Просто его наркотик это не препараты. Это рестлинг, крики трибун, лучи былой славы и так далее. И помните, мать главного героя, которая жила в прошлом, мечтая одеть на себя красное платье? Вот здесь можно привести примерно такие же аналогии. Хотя в этой картине не все так однозначно. И основное, на мой взгляд, отличие от обычного наркомана в том, что последний потакает своим слабостям, чтобы получить удовольствие. А главный герой, чтобы это удовольствие получить, их превозмогает. И знаете, если провести какую-то аллегорию, то герой фильма это как некогда дорогой и всеми желаемый болид «Формулы-1», который все еще на ходу. Но едет он сейчас даже хуже, чем заурядное, но свежее авто. И все, что у него есть, это прошлое. И немного запало. И он отчасти не хочет принимать тот факт, что его время ушло и пора остановиться. Дело в том, что он ведь создавался для гонок. Это не та машина, которую, когда она состарилась, ты будешь использовать, чтобы таскать картошку с дачи. Это тот случай, когда временная слава стала проклятием. Ресурсы, чтобы выдавать ту пьянящую скорость и получать взамен общее обожание, осталось в прошлом. Но суть этого автомобиля не изменилась. Потому что болит «Формула-1», даже когда от нее остались лишь старые проржавелые формы, а мотор вот-вот выйдет из строя, это все равно болит «Формулы-1». И вот возьмите человека, который совершенно не разбирается в авто, покажите ему простой гражданский старый автомобиль, он так и скажет, что это какое-то старое авто. Но если показать ему пусть старый, но гоночный болит, он точно определит, что это не просто машина на каждый день. И если бы этот болит мог выбрать смерть, то она может быть только на треке, только последний заезд на полной скорости, как раньше, разлететься на обломки, из которых уже нельзя будет собрать его обратно, но все же умереть, будучи еще чем-то живым. И выйдя в свой последний смертельный заезд, блеснуть хотя бы еще один раз, но не сгнить всеми забытым в чем-то гараже. И именно это вызывает основную драму – сострадание и, конечно, уважение. Все это в совокупности как бы заставляет тебе симпатизировать главного героя, понимая, что это, возможно, неправильный путь, не совсем разумный, но это его путь. Его выбор, и говоря про осознанный путь в гроб, ты, как и всякий человек, боящийся смерти и боли, просто не можешь его за это не уважать. Если не за выбор, то как минимум за некую силу духа. Для этого последнего шага нужно иметь большую силу воли, суметь превозмочь страх, а это как ни крути проявление силы и характера, потому что в случае главного героя совершено не в каком-то пьяном или наркотическом угаре, случайно, а именно осознанно. Слушай, я готов. А что ты готов? Вернуться на турнир. С бомбом? Скажи ему, что все в силе. Я не смогу тебя заплатить. Да мне положить на это, понял? Я хочу выйти на ринг. Да-да, заметано. Пока. В некотором смысле можно сказать, что тот последний прыжок Рэнди – это своеобразная победа над смертью. Со слезами на глазах, со страхом и остальными человеческими слабостями, но слабостями в итоге превзойденными, побужденными этим последним прыжком. Это прыжок навстречу смерти, прямо в ее пасть, а не как у многих в попытке убежать от нее. И как я сказал ранее, если сравнить употребление наркотика и то, что мы видим в последних кадрах, то тут можно было бы сказать, что для главного героя это все тот же наркотик, как рядовая инъекция наркомана, когда он прыгает, подарев толпы, но лишь в том случае, если бы он предполагал, что это возможно не его последний прыжок. И тогда рев толпы для него означал бы, как в прошлые годы – наслаждение. Толпа ликует, жаждет его прыжка, и он готов ей дать его, но не за даром, ведь он хочет встать после прыжка и ощутить всю эйфорию и любовь этой толпы на себе. Это как бардер, понимаете? Конечно, помимо того, что за само выступление тебе заплатят. Для главного героя возгласы толпы подобны крикам, которые отправляют гладиатора в последний путь. Он знает, что уже не встанет. Эти последние крики перед прыжком ему уже должно быть слушать страшно, ведь слышать их, как слышать звук колокола, который звонит по тебе. И он означает, что пришло время платить по счетам, и твое последнее шоу подходит к концу. Толпа начинает давить его криками, ведь это последние крики, которые он слышит. В каком-то смысле, будто криками этой толпы к нему обращается сама смерть, потому что именно эти крики подталкивают Рэнди к черте, которую можно переступить лишь однажды. И знаете, уйти красиво можно для кого угодно, для всех в мире, но для того, кто уходит, в этом нет никакой красоты, потому что смерть безобразна в любом ее проявлении. Она пугает в любом ее виде. Она может быть красива, романтична, героична для тех, кто ее наблюдает, но не для того, кто ее испытывает. И когда ты видишь, что кто-то настолько предан чему-то, когда это твое увлечение даже не может тебе элементарно прокормить, но ты все равно этим занимаешься, оно забирает твое здоровье, семью, твое все, твою жизнь, то в некотором смысле возникает ощущение, что когда ты смотришь на такого человека, будто грань между фанатизмом и любовью, как бы несколько размывается. Это как преданность собаке. И ты порой даже можешь позавидовать такому человеку белой завистью, потому что понимаешь, что в его жизни был смысл, смысл, который он нашел для себя, с которым он был до конца, ради которого он был готов на все, которое он не захотел и не смог променять на что-то более комфортное, как будто человек не стал искать компромиссов, торговать собой, и что, возможно, те, кто смогли выбрать жизнь, а не увлечение, просто не любили это увлечение, так как его любил главный герой. Ведь каждый день барана, по сути, наполнен борьбой. С бедностью, здоровьем, воспоминаниями, одиночеством, и оставшаяся часть его жизни, по сюжету сложилось так, что у него, кроме его увлечения, ничего не осталось. Посмотрите на эту сцену, я специально оставил ее напоследок, где врач говорит Рэнди, что в следующий раз может так не повезти. Посмотрите на поведение главного героя. Он похож на ребенка, у которого отбирают его любимую игрушку. Точнее, даже не просто отбирают, а говорят, чтобы он сам ее отдал, взамен на жизнь. А он как бы говорит доктору, упрашивая его, что я могу не так жестко, я могу сбавить обороты, только скажите, что мне можно будет оставить и жизнь, и игрушку. Это сердце. Теперь вам надо его беречь. А как? Что надо делать? Для начала придется принимать у ему лекарств. И то, чем вы себя пичкаете, надо бросить. Я знаю, знаю. Я смогу, я смогу и без этого. А когда я смогу вернуться в зал и продолжить тренировки? Упражнения в зале можете продолжить, только умеренно. Док, я профессиональный рестлер. Это другое дело. В каком это смысле? Вашему сердцу крепко досталось. Оно не выдержит больших нагрузок? Я могу снизить нагрузки, работать мягко, в конце концов. Вас еле откачали. Следующего раза может и не быть. Этот врач как вестник смерти. И Рэнди боится смерти, как и все люди. Но все же больше этого он боится того, что у него заберут его любимую игрушку и ему придется жить без нее. Но поскольку кроме нее у него и так ничего не осталось, то на это предложение, поразмыслив некоторое время, он как бы принимает решение и отвечает сам себе и всем остальным примерно следующее и примерно в такой манере. В задницу ваш ультиматум, ваш диагноз и работу в мясном отделе. Туда же подружку, которая очухалась слишком поздно. Я хочу быть там, где мое место. Хочу совершить свой последний прыжок. Я хочу оставить себе свою игрушку. Даже если ценой этому будет моя собственная жизнь. Благодарю вас за просмотр и как всегда выражаю отдельную благодарность меценатам канала. Спасибо большое за вашу помощь. Для тех, кто также хочет поддержать мое творчество, все ссылки, как всегда, в описании. Выбирайте себе увлечение с умом и надеюсь до новых встреч. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok